Всем привет! С вами Ольга Чернова и мое видео серия для начинающих садоводов и огородников. Сегодня разговор пойдет о подкормке томатов, о подкормке комплексными удобрениями. Когда я в последний раз рассказывала про комплексное удобрение НПК Аннушка, многие мне стали писать, что у них нет такого удобрения, каким можно заменить. Сейчас покажу все такие же подобные аналогичные удобрения, они ничем не отличаются. Я еще в тот раз сказала, главное, чтобы на них было написано НПК. Видите, вот буковки НПК. Азот, фосфор, калий. Вот, нитрофоска, тоже видите, НПК, три элемента. Ну, здесь лучше написано. Вот, НПК. Диамофоска, тот же значок НПК. Где увидите значок НПК, это удобрение любое подходит для подкормки комплексным удобрением томатов. Так же, как Аннушка, на них написано, что первая подкормка через 15-20 дней после керосады, вторая подкормка при начале формирования плодов и корнеплодов. Вот сейчас самое время для тех, кто высаживает рано, подкормить. Это уже считается, как вторая подкормка. Вот формирование плодов. Почти на каждом удобрении написано сзади таблица. Но некоторые почему-то, вот фирма Вика, на каждом написана таблица нормы расхода. Но почему-то вот биомастер не считает нужным, производя свой товар, писать на нем инструкцию. Вообще ничего не написано. Поэтому женщина одна говорит, мы даже не знаем, как разводить, ничего не написано. Сейчас я расскажу. Вот две совершенно одинаковых нитрофоски. На одной есть таблица, на другой нет. Все точно так же. Если вы осенью уносите, то больше, это доза удобрений 40-60 грамм на метр квадратный. А сейчас при подкормке 20 граммов на метр квадратный для подкормки, вот под томаты именно. Это значит, что вы или сухое удобрение раскладываете и перемешиваете с землей, потом поливаете. Или столовую ложку удобрения растворяете в 10 литрах воды. И этой водой поливаете площадь примерно 1 квадратный метр. Очень простая подкормка. Главное, если вы делаете корневую подкормку, этот раствор не должен попадать на листья. Потому что корневая подкормка обычно всегда концентрирована не той, которая на листья попадает. Если попала на листья, нужно смыть лейкой, водой из лейки. Все. Так, вот написано. При внесении удобрения в сухом виде равномерно распределить по поверхности, затем заделать в облаженный слой почвы путем рыхления и обильно полить. Все. Очень простая инструкция. Берете столовую ложку, растворяете в литре воды, эту воду выливаете в 10 литровую лейку. И этой лейкой удобряете 1 квадратный метр запасов. Все. Вот этот видеоролик для тех, кто не смог найти удобрения аннушка, можно нитрофоска, диамофоска. Вот в разгар лета удобряем этим. Позже уже пойдут фосфорно-калейные удобрения, когда уже будут плоды так более крупные. Об этом будем говорить позже. Все предыдущие заметки и видеоролики можете найти у меня на странице в Одноклассниках. Ольга Чернова, 56 лет, город Биск, Алтайский край. Заходите, смотрите, изучайте разные удобрения. Но еще раз вам хочу сказать, не увлекайтесь. Вот такие удобрения комплексные рекомендованы всего 2 раза за сезон. Первый раз после высадки, через 2-3 недели. И второй раз в начале формирования плодов томатов. Все. Не надо перекармливать томаты фабричными удобрениями. Все это потом будет у вас на столе. Нужно давать именно столько, сколько томату нужно, сколько он может взять и сможет переработать. Все. Желаю хороших урожаев.